Всем привет! Знаете, я не любитель долгих прелюдий, так что будем кратко. Все мы любим айсберги? Лично я, да. Поэтому я сегодня решил разобрать айсберг Погачев. Напиши в комментариях, на какие фандомы мне разобрать айсберг в дальнейшем. Для всех, кто не знает формат айсбергов, это очень интересный формат, который подразумевает интересные факты. На верхнем уровне находятся лайтовые и обычные факты, которые знают все. А чем ниже уровень, тема формата все загадочнее, а может и даже страшнее. Так, у нас всего 8 уровней, видео будет поделено на 2 части. 4 уроня в одном, 4 в другом. Почему? Мне впадло делать большой ролик. Также скажу заранее, если на какой-то из пунктов не будет акцентировано внимание, значит я не нашел нужную информацию. Гатчуэф это мобильная игра, разработанная компанией Unime, которая предлагает пользоваться широкие возможности для творчества и самовыражения. Она себя включает. Первое, это создание персонажей. Режим, в котором игроки могут создавать до 20 персонажей. Можно настроить одежду, лица, цвет кожи, аксессуары и прочее. Второе, это режим студии. Режим, в котором вы берете созданные персонажи и снимаете видео в виде свейдшоу картинок. Там можно добавить текст, на русском нельзя и давать персонажам разные пузы. Третье, это режим жизни. Вы нажимаете на персонажа, читаете диалоги и идете дальше. Такая RPG игра. Четвертое, это мини игры. Всего их 8. И выглядят они очень довольно прикольно. Игра в них может, кстати, зарабатывать внутривную игровую валюту, которая называется гача. Пятое, это гача-система. Это то самое место, где заранее названную валюту, вы можете получить одежду, аксессуары и прочее. Unime, это компания, созданная человеком по имени Уни. В данной компании создаются игры в серии гача. Игра Unime часто характеризуется ярким и красочным стилем. Gacha Club, продолжение игры Gacha Life, однако уже лучше. Там больше сцен, больше одежды, больше фанов, больше настроек персонажей. В этой части количество созданных персонажей может доходить до 100. Также поздно находятся BSC, ведь они сортированы по странице. Куча разных фанов, да и интерфейс в этой игре лучше, чем в Gacha Life. Другие мини игры, а также режим битвы. Для меня это неожиданный режим. Также режим в Gacha-системе, также режим студии. Однако режима жизни уже нет. GachaTuber, это видеоблоги, которые создают контент на платформе YouTube с использованием игр из серии Gacha, то есть Gacha Life, Gacha Club и другие. Контент GachaTuber может включаться в различных форматах. Минифильмы, музыкальные клипы, сериалы, анимации, скетчи и обзор. Gacha Verse, на телефоне она и недоступна, но посмотрев по обзорам, я понял, что Gacha Verse это ранняя версия Gacha Life. А может это первое название этой игры. Я хз, я ничего такого не нашел. Gacha Music Videos, это клипы на какую-то определенную песню, сделанную с помощью Gacha Игр. И среди обычных слайдшоу клипов есть очень качественные клипы, за что их актерам отдельный аспект. Gacha Heat. Давайте скажу сначала, как бы мне ответил чат GPT. Gacha Heat, это поджанр фан-контента в сообществе Gacha, где персонажи изображаются в романтических или сексуально откровенных ситуациях. Такие материалы часто создаются фанатами и могут включать анимацию или рисунки персонажей из гача, игр, Gacha Life или аналогично. Этот контент может не подходить для всей аудитории и иногда вызвать спор на сообществе. А теперь давайте скажу, как я это вижу я. Форно это. И не удивляйтесь, что есть форно в Gacha Life. Такое было всегда и везде, даже в Майнкрафте. Анти-гача, это движение людей, которые всячески ненавидят гачу, как в общем плане, они ненавидят его комьюнити, они ненавидят саму игру. Они совершают так называемые рейды на гачу канала, и что я крайне осуждаю, находит адресы и начинает пугать игроков гачи. Повторюсь, я крайне осуждаю это. Gacha Life Cange. Прочее говоря, сообщество в реддите, где посят кейджелл контент с гачей. Мне больше описать нечего. Gacha Edits. Я вообще не знаю, зачем акцентировать на это отдельный пункт. Просто факт того, что пользователи делают эдиты со своими персонажами, не более. Gacha Studio. Еще одна игра из серии Gacha, но она почти ничем не отличается от той же Gacha Life. Разница ли в том, что тут более вытянутые персонажи, фанов несколько раз поменьше. Есть также и же битвы, как в Gacha Club. Но в целом та же игрушка. The Gacha Life Update. Тут, скорее всего, про то обновление, после которого в Gacha Life возникли баги. Как я посмотрел по видосам, то практически это обновление ничего нового не принесло. Ни причесок, ни одежды, ничего. А также там был баг с двумя прическами, где второй цвет прически никак не поменять. Если я сказал что-то неправильно, поправьте в комментариях. The Creator, Лука, Уни. Создатель Луни — это вводный юнит, который появился во многих играх Луни. Таких как аниме Fiji Spinner Battle и Gacha Resort. Я вообще не ожидал увидеть Gacha Игруфт и тематику спиннеров. Первая она появилась в кейсе аниме Gacha Future Punk в качестве 6-ти звездного юнита. В Gacha World она вообще стала главным антагонистом. А в игре Gacha Resort она уже просит игре помочь, закончит курорт. А затем появляется на протяжении всей истории. The Gacha Live Update didn't help. Это я озвучил выше. Я думал про это. Обновление ничего не присылало, только баги. Gacha тут. Канал на ютубе, который насчитал 2,5 миллиона подписчиков. Видео выходит до сих пор и каждую неделю. К слову, тут на канале всё. Клипы, меми, анимации, ченджи. В общем, всё, что можно. Looney Supported Yandere Dev. Looney поддерживал разработку игры Yandere Simulator, после чего это вылезло в шипы и прочее. Gamer Nation. Gamer Nation это гачатубер. На секундочку, тогда у него было 130к подписчиков. Сейчас его на канал на ютубе удалён. Причина этому была в том, что он снимал недельский контент на ютубе. По картике там уже понятно. На него даже петицию написали. City GC Community Gacha Live. Это своего рода движение в гача комьюнити, который расшифровался как Save the Gacha Community. В основном они снимают руки, где просят людей перестать делать плейбы по гачу. Remover 9... Я не могу читать. Эта отсылка должна появиться при разговоре с этим. Учителем, наверное. Но как бы я ни нажимал, у меня ни разу не получилось. А сама отсылка гласит так. Gacha World. Это ещё одна игра, появившаяся в 2016 году. Я по каким-то причинам не могу её скачать, так что просто посмотрел обзоры других и составил мнение. Во-первых, что для меня было неожиданно, это появление некого сюжета. А он таков. Нам показывают ГГ, который просрал все свои деньги, нанатив эту гачу игру и его кошелек буквально умер. Он жалуется, почему мне так ужасно не везёт, как вдруг к нему приходит сообщение до сего с содержанием Let's Play Gacha World. Я боюсь, что не отвечать кому полно, я не ГГ. Нажав принять, экран его телефона начинает светиться и засасывать её внутрь, делая персонажем этой самой игры с рангом... Легендарный мега-ультра-супер-эдки. Сразу видно в нём гигачада, согласитесь? Не понимая, где он и к чему прилетает девушка с именем Элли, и в этой вселенной она элементальная фея. И почти сразу начинается пусс-файт. Там происходит обучение, затрагивать не будем, однако скажу, выглядит прикольно. В этой игре нету режима студии, но есть такие вкладки, как Герой и Юниты. А вкладке Героя будет находиться вами созданный персонаж, и там будут написаны её характеристики. А вкладке Юниты у вас находятся ваши союзники, и из множества персонажей вы сможете выбрать только пять. А вкладке Гача, как и всегда, можно получить что-то за игровую валюту. А вкладке World находятся режимы Стой, Эвент, Айэна, Босс и Башня. Гача ТикТокера Вообще не понимаю, зачем на этом акцентировать отдельный пункт, Гача ТикТокера — это те же самые Гача Туберы, только снимают они в ТикТоке. Rate My Os — игра у меня недоступна, пройдётся по обзору. Это приложение для амендованных персонажей у меня оценки, что-то наподобие Тиндера. Пользуя могут загружать своих собственных оригинальных персонажей, своих ОС, и помечать их соответствующую полную категорию. Они могут участвовать в такие детали, как день рождения, возраст, симпатию и так далее. Гача Исот — это приключительская игра в стиле аниме. Гача Исот берёт гача-призывателя, на недавно созданный курорт Луни, вместе с Элли и большей частью персонажей предыдущей игры, чтобы наследиться приятным отдыхом после освобождения вселенной от Сквета. На этот раз игрок не имеет аватары и выступает в основном в роли наблюдателя. Проект Гача Фаун Проект падения Гача Единственное, что я нашёл, это петельцу, и, прочитав её, несложно догадаться, что этот проект был созданным для уничтожения Гача Лайф. Давайте просто читаем пару пидоров. Это проект, над которым работает группа людей, которые хотят уничтожить сообщество Гачи. Мы не слабы. Мы не можем позволить им уничтожить нас. Мы все должны объединиться. У каждого из нас есть право голоса, но никто не может его заставить замолчать. Мы должны высказать. Сообщество Гача не заслуживает такой ненависти. Я думаю, вы поняли, что мы. Не знаю, точно миф или нет, но в старых версиях раньше во вкладке «Личность» были такие, как Яндере, «Пьяный», «Мазохист», «Садист». Почему я думал, что в старых? Потому что сейчас их нет. По сути, то же самое, только во вкладке «Отношения» был питомец и хозяин. Кстати, на Гача Тубе это прям очень хорошо распространено. Чего я в бак? Башка болит. Пыше Гача Тубер, снимающий на Ютубе, однако юзер банит с того, что на дело плывло на Ютубе. Уважается параллель с GamerNation. Лента Тали Инстинент. Я буду поедино аккуратно, что Ютуб не дал мне пошире. Скажу в пару словах, чтобы вы поняли. Лента Тали Гача Тубер. 21 февраля 2021 года канал под названием «Лента Тали Эксплоза» выпустил видео, говоря, что Лента Тали в Дискоде разговаривал с 14-летним человеком и объявил его в передачу PDF-файлов. Надеюсь, вы поняли все мои скреканные фразы. Потом тот снял ответное видео, реакция на него была положительной, заявив, что это также вина жертвы. Короче, конец, попробуйте сами найти, я лишь поверхность разобрал все. Некоторые люди называли унисильщиком, однако, ребят признают честно, эти обвинения были винты те самыми антигачами, что так, что неудивительно, что именно они будут кидать такие вбросы. Фейк-суиседал тренд. Если я правильно понимаю, тренд, где ОС человек умирает, бывает на 24 часа или неделю, и что это? Не, в плане, что это, зачем это? Я не знаю, как это комментировать. Уни из Дэд. Неизвестно, откуда пустишь из ссылок про то, что уни мертв. Кто-то даже написал, что умер от сердечного приступа. Однако, как я и сказал, это всего лишь суть. Фетиш Гача Хит. Гача Хит, мы уже выше обсуждали, тут скорее факт того, что Гача Хит также связан с разными фетишами, как Гэт, на которые не упоминают. Аниме Гача. Ее я тоже не могу скачать, так что обсудим по обзорам. От ранее озвучитых, она не сильно отличается. Юниты из пяти персонажей, баттл с играми, продолжим дальше. Веду Behind Accounts. Это уже скорее факт, также с робоксами и прочими играми. Там, где много детей, много тех, кто... Вы поняли. Так что неудивительно, что эти извращенцы появились и в Гаче. Уни ма форума Shutdown. Известно, неизвестно, по какой причине он уни удалил форумы. Даже из вики, никто не знает почему. Уни из Инджеев. Ходили случаи, что из-за 18 плюс контента в Гачу Лайв уни отправится за решетку. Лично я считаю, что это фейк, ведь уни никак не связана контент. Фух, наконец-то первая половина айсбека уже прошла. Я его делал где-то на протяжении 2-3 недели. Надеюсь, вам понравилось видео. Если хотите продолжение, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Здесь будет интересно. До следующего ролика.